Устроим пранк на свадьбе. Хочется кое-какое объявление сделать. Иду на финальную примерку своих костюмов. Свадьба прошла? Не матерись при мне. Ребята, не женитесь, я вас умоляю. Когда Маша расслабится, Леша врывается на свадьбу. Как будет на украинском тебе конец? Свадьба это как такая вот большая черта между прошлым и будущим. Пишите, я готов раскошелиться и наять на работу. И вообще, кольцо это тоже, блин, ну, ой. Ужасно. Не хочу такие влоги. Свадьба уже на носу. Ну, вы понимаете, что я не мог сделать просто классное торжество, не разыграв Машу. Блядь, она меня, конечно, убьет. Но вот сейчас я хочу, чтобы мы познакомились. Алексей Ушаков, актер. Всем привет. Мы договорились, что Леша будет врываться на нашу свадьбу. Когда мы будем с родными, максимально расслабленные. И просто так, ну, типа уже тусоваться, уже подвыпьем в середине. Когда Маша расслабится, Леша врывается на свадьбу и играет психа, или маньяка, который караулил Машу возле работы. Какого-то работника у нее там на прошлой работе. В общем, повернутого типа, который там писал всякие гадости в интернете. У них, у ведущих, постоянно такая фигня случается. Маша мне рассказывала, и это для нее, ну, наверное, является такой большой фобией. Если что, это не моя идея, это придумал Диба. Она же поверит. Я схожу, и Маш, блядь, что за типа вообще? Он говорит, что он с тобой работал, блядь, и постоянно с тобой виделся. На где работал? На России 24. Что она где навела? Она вела новости, я ей скажу, типа, он, блядь, постоянно с тобой работал, что за херня, блядь, он говорит, что вообще в отношениях были. Может уже со стаканчиком такой, типа, чтобы было видно, что тоже прибухиваешь. Ну да. И в этот момент ты опять подходишь ко мне, мы заняты своими делами, ты подходишь, чтобы Маша слышала, и ты говоришь, блядь, он опять приперся. Я такой, так, ну я пошел нахуй сам разбираться. Да не, нервничать не надо, наоборот, надо быть нормально. Да, я такой. Спокойно, он уверен в себе, такой, он ненужный, он псих. Ему срать вообще. Ну да, ну не нервничать. Нет, тебе не нервничать, я такой, я буду сам с ним разберутся. Я к тебе подхожу, мы такой, видно, что чуть-чуть перепалочка, но опять выходим. Все, я возвращаюсь один, Маша в этот момент, если она все это время увидит, она уже будет переживать. Она меня убьет. Слушайте, это на самом деле полная жопа, потому что за то место, где мы планируем делать нашу свадьбу, оно вмещает 160 посадочных мест там. У меня получилось так, что 180 гостей, и в последний момент все начали говорить, я плюс один, я там с другом буду, я с подругой. Короче, у нас на 250 человек, и я не знаю, где я не буду сидеть. Умешь, кто будет сидеть, как ты людей расходишь, а кто будет стоять. Я подумал, ну ничего страшного, они обломаются, ну что такого, блин. Мы делаем крутую вечеринку. Ну я постою. Слушайте, мы делаем крутейшую вечеринку, у нас будет много артистов, там будет много сюрпризов, и мне кажется, это будет вечеринка года. Ну вот так вот я без преувеличений говорю. Вечеринка года, вечеринка года. Что ты не подхватываешь? Я не знаю вообще этих людей. Подождите-ка, ну у нас топовые ведущие, я считаю, а? Садитесь. Сейчас, подождите, не хватает? Дима, мы сейчас находимся на финальном обсуждении нашей свадьбы. к нам присоединились наши ведущие все бы было бы ничего если бы кто-то один бы сейчас не отъехал бы из вас все это будет тот кто последний пришел сюда нет ты пришел последний улыбайся улыбайся на истории ну хорошо тебя мы оставляем кто-то кто следующий а ты что скажешь у меня колонка на хангельский окей ладно иду на финальную примерку своих костюмов честно говоря это вообще полная дрочка приехал выбирал ткани выбирать пуговицы выбирать стиль потом примеряться 300 раз блять снимать мерки ну короче это жопа полная костюмы а вот после свадьбы вообще категорично не буду носить это не моя история но рассказать вам я об этом обязан наталья по спецзаказу все вручную делала да блин вообще топово главное теперь чтобы сидел отлично вот если вам понравится как я буду выглядеть то обращайтесь вот леонид грифко он вас ждет как тебя это место называется цветной бульвар кушкарева переулок 5 импера хорошо ни хера не реклама он ничего не заплатил но он помог вот подобрать мне костюм по моему все зашибись будут у вас какие-то там ну как взять орел смотрите если моя будущая теща не скажет орел такая выхожу воробуша коричневый не очень да очень из натуральной ракушки пуговицы из равен это перламутр ручные все петли функциональным отворачиваем подчеркиваем твою индивидуальность одну надо отворачивать но этот тип даже путин поделать ну давай по горячим следам свадьба завершилась какие у тебя самые яркие впечатления запомнились после наших двух дней празднования когда шла к тебе тревожно было до переживала ленты так то у тебя так руки тряслись когда я увидел я офигел ты такая красивая была ну и сейчас тоже но тогда особенно конечно так еще дальше собирали полтора часа у меня тоже собирали после мальчишнику полтора часа так ну ладно давай а когда мой папа вскочил на это незваного гостя то что розыгрыш который я придумал блин он удался ребята у меня все ужасно я сижу ужинаю все прекрасно у нас программа дети пляшут семья пляшет сюда все очень душевно вдруг подходит организатор говорит сушь там какой-то парень странный пришел говорит я к саше машина свадьбу парень чего как зовут я не знаю ну как и подходит организатор так три раза у тебя шрам если его выделить убрать бороду чуть-чуть но я выделил немножко я в кадабре все но меня лучше у меня девчонки не так реагируют я только я только предупрежу там пару ребят мне нужно еще двоюродного брата предупредить он блять может на вы просто стоять стоять как вот я предупрежу диму и двоюродного простых людей да ну окей ну круто устроим право к на свадьбе ну понятно что мы будем осматриваться смотреть на людей о тех мужиках и женщины тоже надо учитывать я еще я еще своего папа там ее папа он крепкий но он спокойный он я думаю не начнет кипишовать посмотрим на реакцию маша маш извини-ка есть материала очень много потому что а свадьба была 4 или 7 июля вы не обидитесь если мы сделаем два выпуска они будут очень насыщенные или все таки вы хотите историю со свадьбы вместить в один и уже все проходим эту тему напишите в комментариях я хочу два и более выпуска ты понятно слушаю нас там еще и семейный будет по-любому но тоже уже канал не хочется захламлять эту свадьбу просто не извини меня мы с тобой появились на канале в обсуждении 8 но мы появились с тобой на канале вы совместно в обсуждении свадьбы свадьбы прошла мы выпустим один выпуск и такие но ребят все приятно было повидаться я пошла санит он дальше справиться ухожу но но почему нет я понял одну очень важную вещь что свадьбы вот такой шаг в настоящую семейную серьезно семейную жизни действительно начинается со свадьбы потому что свадьба это как такая вот большая черта между прошлым и будущем в прошлом остаются какие-то ненужные люди непонятны в будущее ты идешь такое светлое со своей любимой с преданными товарищами и врываешься по полной поэтому ребят я сам уже жду не дождусь когда у нас получится выложить выпуски очень много клевых прикольных угарных моментов слушайте а у меня вот еще возник вопрос у нас очень активная обратная связь с подписчиками на тему свадьбы особенно не знаю как у тебя мне девочки пишут если среди вас кто-то кто надумал жениться или уже женился просматривая влоги наши вдруг это клевое село потому что взял показал искал вот видишь он говорит не надо свадьбу делать не будем или наоборот не сделали этих очень много поверьте мне люди писали про брачные контракты что круто что ты поднял эту тему я тоже тут обсуждаю мне люди писали про свадьбы мне честно не хочется закрывать историю со свадьбами поэтому секунду поэтому напишите нам в директ куда-нибудь или в комментарии у кого намечается свадьба там в августе или в сентябре напишите сразу же с датой и местом лучше нам личным сообщением чтобы это не было вот так вот везде но куда угодно куда хотите и мы постараемся может быть отреагировать на чьи-то сообщения чем-то помочь может быть сюрприз или поможем в организации пишите лучше лучше пишите маша лучше пишите маша ну давай что ты хотел сказать может дарим по макфории нет но можно но кстати блин самый эпичный момент на мой взгляд был когда мы перед свадьбой заехали в макдональдс господи нет как же маша как мы ругались потому что я маска сказал пожалуйста по ей пойдем пожрем картошки потому что у нас не получится поесть нашли в белое платье корейте долго до макдональдса давай не будем таки мы пошли в этот макдональдс а потом я долбанулась головой залезая в машину так это был пипец я в этот момент подумал все черепушка так пиздец свадьбы не будет я посмотрел на лицо но так он сделал терпела эту боль ребята хочется кое-какое объявление сделать ну вот свадьба уже прошла наша машинка для обсуждений уже мне кажется спасибо что шуршишут в тот момент когда я взял камеру в руки молодец супер в общем наша да но ты специально наша машинка для обсуждения разных тем по ходу дела изживает себя потому что тем становится меньше и нам там мне кажется уже достаточно тесновато и поэтому согласен но хочется развиваться хочется улучшать контент хочется ну расти и поэтому я хочу привлечь креативных ребят ребят которые давно за нами наблюдают и смотрят и хорошо разбирается в наших отношениях которые могут по существу предложить что-то интересное и клевое не типа вот этих аля креативщиков которые нихера ничего не знают и не разбираются просто тупые идеи присылает нет прямо вот если вы в теме если вы знаете нас хорошо пожалуйста пришлите на почту ну какие-нибудь интересные идеи как мы можем вырасти из этой машинки в может быть какое-то шоу куда можно было бы приглашать и гостей интересных другие пары например и какие-то темы обсуждать каким-то рубриками сделали ремонт и это скорее всего будет выглядеть как такая небольшая студия дома куда мы можем приглашать ребят больше в отдых больше в отдых не хочется говорить потенциал огромный обсуждать саня у нас клево это получается обратная связь клевая поэтому если у вас есть друг идея вот того как апгрейднуть наши беседы пишите пишите я готов раскошелиться и наять на работу но редакторов продюсеров ведущий ведущий я платить не собираюсь чё эй то сколько ты хочешь чтобы я тебе платил сколько 10 тысяч выпуск двадцатку что двадцатка не деньги уже что ли алёна свои идеи ближе вы будете к идеям креативным тем дальше мы будем от вас все чем меньше воды тем больше вероятность того что мы выберем вас можешь еще вот эту сумку блять убрать отсюда потому что это как будто дохлая кошка висит здесь все время я тебя прошу я тебе уже пять раз сказал пожалуйста я ее выкину нахер блин тихо спокойно спокойно тебя попросил все чтобы я больше не видел блин вы заметьте в этом выпуске она меня будет очень много разбить и стоит задуматься вообще стоит ли жениться ребята все это ухожу все ребята выключаем камеру сумка с перьями а вот это все какого хера это сумка тут делает ты чё офигела это полки для книг блин а не для сумок ты чё блин алё реально блин уже задолбали везде твои и что это моя комната блять какого хера здесь сутки везде валяется блять ребята не женитесь я вас умоляю просто подумайте 300 раз я блять какой же я дурак почему же я вас всех не слушал но ничего страшного я чем-нибудь придумаю мне очень понравились все выступающие у нас выступали джонни эльман андро хамалина ваи зивер я заказала сделал сюрприз маша не знала она заплакала на этом моменте приехала приехал официальный трибют группы queen из лондона короче это было просто супер мега насыщен очень очень маями dance выжгли все выговорили не было майами на все было все было учтено я на самом деле еще задумался ну аня же и дима организаторы сказали что я самый креативный жених оказался в их практике и они мне предложили посотрудничать с ними как опция для там богатых молодоженов чтобы я принимал участие в креативе свадьбы мне так понравилось это на самом деле когда я уже вошел во вкус когда я вот чехлил бабки просто на ветер вот так туда и сюда я подумал как круто вообще заниматься свадьбами ну здорово что все идеи были твои но какие были твои какие небы были не мои так ну подожди покрасить обтянуть тачку пленкой моя идея леопардовый пиджак это же моя идея все выступающие моя идея пранк на свадьбе моя идея ты занималась декор просадка читала еще такое телочное макияжки вот эти вот короче еще где еще где я даже здесь вот перечислено где вижу дотки креатива я шучу что придумал сделать два дня кто придумал привести необычного артиста разбавить наших ты просто об этом сказала я сказал что они дорогие все но привезли я ладно не а ну ладно молодцы цветовые акценты на каждой свадьбе кто включил тематику в первый день ладно я тебя возьму ассистентом свое креативное агентство хотя бы ассистентом вот спасибо на проценте хотя бы или так зарплату давай знаешь кстати еще по поводу чего договоримся свадьба прошла не матерись при мне с какого это хера извини меня пожалуйста мне не хочется чтобы ты матерился я сейчас хоть раз матерился когда мы говорим ну все говорит с ней а смотрите-ка уже шепотом начал говорить я не буду носить кольцо и ходит слушай я тебе я не буду прекращать материться я тебя я тебе тоже начну условия ставить это просто какая-то предъява вообще в смысле предъява короче слоник давай не выпендрившись я сейчас попрошу чтобы все тебе писали слоник и все вот тебе будет отместка за пожалуйста слоны блин самые умные и у них матриархат ты чё алё чё за рукоприклассы пожалуйста в комментариях чем не делается они когда он меня обижает всякие слова нормально ты взял без сразу в плечо зарядила что делать и языком отвечая а не рукоприкласс потому что когда-нибудь блин я тебе могу и ответ случайно вот блин чё у меня закрыть жена жена какое ужасное слово жена супруга блин да и вообще кольцо это тоже как будет на украинском тебе конец туби пизда ну что нам надо выбрать подарок для миланы дочки димы ей сегодня годик блин так хочется чтобы мы уже на самом деле нашим детям что-нибудь выбирали уже все уже я думаю официально расписались уже можно над этим работать согласно йоу ничего себе чё у нас за принцесса так брата это кому настя от тебе а это а это милан тебе мы решили на вырос взять брат этого кто это вообще блин красиво как вот это детский праздник я понимаю такой украинский на меня на меня взрослые тебе царевля как няни такие у кого у вас вот так и будет и двое сразу Базара ноль, мастерство не пропьешь. А сейчас вы увидите, как Маша делает контент. Что ты делаешь? У меня бьюти-блог. Я вот позавчера ехал с гастролей, летел на самолете. И так грустно стало от мысли, вдруг сейчас что-то произойдет, вдруг сейчас самолет рухнет. У нас несколько дней до свадьбы, мы не успели с тобой пожениться. Как ты будешь себя ощущать? И вообще от этих мыслей мне стало дурно, я даже заплакал. Я хотел у тебя спросить, вот предположим, я вот сейчас, Ну, ты вот уезжаешь по делам, все, я умер сегодня. Что ты будешь делать? Брать-ка тема. Не хочу я это представлять. То есть, послезавтра свадьбы не будет. Вот я умер, ты... Ну, что ты делаешь? Какие у тебя будут планы по отношению меня, например? Может быть, ты захочешь что-то реализовать? Что ты будешь делать, понимаешь? Ну, вот мы с тобой никогда не говорили про это. Потому что, ну... Ну, типа там, допустим, я не хочу, чтобы меня хранили. Я хочу, чтобы там меня хранировали и там что-нибудь сделали. Меня развеяли на такие, а на мне. Просто, ну, потому что, ну, такие у меня убеждения. Что ты там хочешь, я не знаю. Блин, на самом деле это очень тяжелая тема. Потому что я вот просто поняла, что ты, когда встречаешь человека, которого ты очень сильно любишь... Ну, ты что? Ты ничего, ничего, ничего записывать. Ну, подожди, ну, это же важная тема. Я вот, например, когда летел в самолете, я... Ну, подожди сюда, ну, расплачь, ну... Ма, подожди. Ну, подожди. Ну, послушай. Ну, иди сюда. Я вот, когда летел в самолете, я представлял, насколько тебе будет тяжело. Прям вот, если ты даже сейчас не можешь представить, ты будешь просто на взрыв рыдать, как там люди тебя будут успокаивать, семья, близкие, подруги и так далее. И я даже не знаю, хотел бы я умереть первым в наших отношениях. Можно не умирать просто? Нет, ну, мы когда-то в любом случае умрем, но послушай. Я знаю, это уже все. Понимаете, о чем я сейчас говорю? То есть не типа, что я хочу пожить дольше, а что вот эти муки там и так далее, не хочется, чтобы любимый человек испытывал. Понимаешь? Это классно. Потому что, ну, ты слишком сентиментальный, ты слишком... Это дело не в сентиментальности, просто в том... Ну, и сентиментальность. Просто ты когда любишь человека любить, ну, по-настоящему, это очень страшно, потому что ты в каждый момент, в любой момент, ты можешь думать просто о том, что с этим человеком может что-то случиться. Не в смысле, что тебе будет одиноко, и ты будешь один, а в смысле, что ему будет плохо. Блин, я не могу сейчас говорить. Никто не знает, когда нас не станет. Может, я выйду сейчас на улицу, и мне птица вкусь в голову спикирует. А может быть, ты будешь жить до 98-ми лет? А ты до 105-ти. Вот эти 7 лет, блядь, что ты будешь такой черной вдовой? Я хочу, чтобы ты даже эти 7 лет с 98-ми до 105-ти прожила счастливо и круто. Не в одиночку там где-нибудь. Зная просто, я это тебе хочу сказать. Как я хочу быть кремированным или закопанным в землю, это вообще не имеет значения, потому что я считаю, что это просто тело. Что хотите с ним, то и делайте. Хотите, вон, блин, мумифицируете его, и вот в вольер рядом с собаками, блядь, положите. Еще я, знаешь, что подумал? Что все-таки, наверное, лучше кремировать меня и уехать в Сиэтл, и попросить того пилота сделать мертвую петлю, и в этот момент, блядь, прах просто рассыпать. И обязательно заснять это, и это будет в моем последнем видео на моем канале. Супер. А потом уже этот канал можно заплатить себе. А этот пилот такой, вот так будет лететь. В смысле, ты хочешь сказать, что они вкусные? Какая разница, у нас тоже пыль. Какая пыль, блин, она быстро рассеется. Я, блядь, превращусь в пыль. Мы все превратимся в пыль. Ты так и не сказала, что ты будешь делать, когда я умру. Саш, ты же начал меня давить. Блин, я не хочу, про это. Ну, посмотри, что со мной теперь из-за тебя. Ну, давай, какой пост ты делаешь в инстаграм? Сиди. Давай, ну я убираю, ты такая. Какую-нибудь находишь нашу милую фотку. Ну, надо же опровестить всех, блин, должно исходить от тебя. Ты находишь милую фоточку нашу, и такая пишешь. Текила Рип. Да? Ага. Зашибись. Никогда такого не написала бы. Ну, вот как бы ты написал? Вот сейчас вот у тебя. Ну, вот просто, ну, представь, ну, что бы, мы не можем поиграть, что ли, представление? Вот представь, все, я умер. Вот ты берешь милую фоточку в инстаграм. Ну, еще раз скажешь, я умер. Тебе, гуляю. Иди сюда. Ну, иди сюда. Ну, на чем закончим? Я вся в размытке тушена? Нет, ты прекрасна. Даже когда заплаканная. Размазывай никогда ничего по моему лицу. Все. Так ты не сказал, что ты будешь делать, когда я умру. Ну... Просто ты должен сейчас пройти через это же самое, через что прошлое я, потому что ты мне 50 раз сказал, что ты будешь делать, когда я умру. Я тебе задала тот же самый вопрос, и ты тоже его обходишь стороной. Хорошо, давай представим. Так, ну, вот я... Ты, допустим, там куда-то уехала, и я такой сижу дома, ничего не делаю. Ну, или там смотрю iPad, или там, не знаю, читаю, что-то, минуточку сочиняю. И тут приходит новость, что все, типа Маша не стала. Ну, кто-то мне звонит и говорит, Сань, Маша не стала. Ну, я, блядь, я бы охуел бы. Ты знаешь, я вспоминаю, как бы, как это произошло с папой, и как я хоронил папу. Я первые несколько недель не особо осознавал и был суперсдержан, потому что мне нужно было организовать похороны, там, заботиться о маме, потому что она очень сильно переживала, и я видел, ну, как ей тяжело, да. И я был суперсдержан. Но когда уже после какого-то времени был наедине, то, ну, и сейчас мне достаточно тяжело вспоминать это. И поэтому я думаю, что у меня была бы нарастающая боль. То есть в день осознания того, что тебя нету, я бы охренел, но собрал бы волю в кулак и занимался бы, занимал бы себя различными делами по организации, там, по всему, с твоими родными бы, там, провязывал бы время, а эта боль бы сильнее нарастала бы, нарастала бы, да, и... Тебя все знакомые друзья уезжают, и детство все равно в комнату. Да, да не, это жестко. Тебе взяли. Все, давай не будем об этом. Иди сюда. Ужасно. Не хочу такие влоги. Субтитры создавал DimaTorzok